В администрации Люберец прошел форум Госжилы инспекции Московской области. Вопросы взаимодействия ГЖИ, органов местного самоуправления и управляющих компаний стали главными на его повестке. Все подробности у нашего корреспондента Луизы Егезарян. Эти общественные обсуждения контрольно-надзорной деятельности Госжилы инспекции стали третьими по счету. На этот раз площадкой проведения форума стали Люберцы. В прошлом году администрация избавила округ от управляющих компаний с рейтингом ниже трех звезд. В результате из 36 организаций продолжают работать 32. В прошлом году в Госжилы инспекцию Московской области поступило более 90 тысяч обращений. Большая часть жалоб коснулась одержания и ремонта многоквартирных домов. Для того, чтобы снизить эти цифры, среди управляющих компаний ведут мобильное приложение для мониторинга состояния МКД. Специалист управляющей компании должен по заданию утром пройти весь дом, сфотографировать определенный перечень элементов и расставить пометки о том, находятся ли они в исправном или неисправном состоянии. Если есть неисправности, если они выявлены, они подлежат устранению в течение регламентного срока и должна быть точно так же в этом приложении проставлена отметка о исполнении. Кроме того, по поручению губернатора Московской области разработан интернет-портал «Чуткая власть». С его помощью жители Подмосковья смогут оценивать работу управляющих компаний и отдельных специалистов. Запуск новой интернет-площадки запланирован на ближайшее время. Луизия Игязырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.